иди не бойся свет включи давай давай посмотри ой холодно как мы на велике поедем не на машине поедем очень холодно доброе утро друзья собираемся в школу в садик юля сначала ведь нам давай поедем на велике но сейчас вышло что такой прям мороз юля пошла свинок проверить боится фонарик взяла то боится идти по темноте ну да люди и юля все равно боится давай и бутылочку не забудь плачу я уже приехала домой отвезла девчонок и хочу показать свою камеру у меня кто-то спрашивал на какую камеру я снимаю у меня sony zv1 сейчас я вам сниму покажу вот zv1 вот такая вот камера очень неплохая фокус у нее хороший до этого у нас была от canon у нее был нехороший фокус так дальше покажу сразу микрофон может быть тоже возник возникнут вопросы это мой первый микрофон от роды он тоже неплохой но последнее время что-то батарейка стала очень быстро садится поэтому андрей мне тут вот заказал новый микрофон называется он вот это название но он не больше нравится вот здесь такое сразу зарядное устройство вставляете в эту коробочку открываешь вот здесь сами микрофон и они заряжаются когда вытаскиваешь они сразу автоматически уже включаются это очень удобно и вот здесь что мне нравится когда он стоит в камере ты видишь это сразу все отсюда народы это было вот так сверху получается когда ты снимаешь ты не видишь включен у тебя микрофон или нет и сколько раз у меня получалось что микрофон отключен вот не видно было вот а здесь сразу все видно у тебя перед глазами еще куча всякого всего там еще маленькие микрофоны и вот пушок тоже есть с ними идет вот мы сейчас тестируем но в принципе уже вот поснимали видео звук неплохой и вот принципе они очень хорошие скорее всего оставим мне нравится что они поменьше вот если сравнить с этим микрофоном то они такие поменьше удобнее здесь можно на магнит их тоже цеплять или же вот этой прищепкой это вам на заметку кому нужен микрофон кстати тоже неплохой так друзья я сейчас буду снаружи всю кухню обтирать потому что она ужасно вся заляпанная и сверху тут конечно тоже все в пыли пылесос еще принесу протирать буду сверху вот такими салфетками просто сейчас кухню быстренько а потом еще надо приготовить обед сегодня на обед я сделаю каньелоне это быстро фарш у меня уже стоит разморожен там в принципе быстро делать ладно все друзья будем начинать убираться то время идет я пришла детей отвезла буквально села вот показать вам это камеру показать вам и как засела в телефон у нас уже вон без 29 время пролетает в телефон лучше не заглядывать иначе там и засядешь так нам бы уже тоже не мешало потолок побелить краска у нас есть надо как-нибудь это настроиться и побелить в принципе тут быстро побелить-то ну просто обклеить нужно будет все закрыть кухню чтобы набрызгать и побелить потому что тут ужасно уже что творится ладно все хватит болтать а и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавила еще сюда, друзья, таблетку для посудо-моечной машины Пусть немного полежат Их можно просто так потом обмыть, высушить и все Шторки готовы, помыты Сейчас возьму это средство от Провин Алискеннер Оно лучше убирает жир Тут у меня сверху уже видно, что они... Когда варишь, готовишь, все равно вот этот налет остается на шкафах То вот это средство, оно получше Я обычно вот так набрызгаю Оно постоит немного и просто можно вытирать и все Чистые потом шкафы Вот как у нас солнышко светит Друзья, сегодня хочу вам ответить на один вопрос Который в последнее время вы мне задаете очень часто Это вопрос про мой вес, про мое похудение Ну, во-первых, хочу, конечно же, вас поблагодарить за комплименты Спасибо вам огромное Мне, конечно же, очень приятно Ну и давайте, наверное, начнем все по порядке Расскажу вам, что я делаю, чем занимаюсь Как-то я вам уже рассказывала, что я начала, то есть стараюсь правильно питаться В ноябре я еще начала, где-то, наверное, в середине ноября я начала заниматься спортом Занимаюсь спортом дома, это домашние тренировки Тренировки длятся по часу у меня три раза в неделю Понедельник, среда и пятница И вот с того момента, с середины ноября я ни одну тренировку не пропускала Делала каждую тренировку до Нового года После Нового года у меня неделя была отпуска Я там ничем не занималась И много кушала, и кушала все подряд, конечно же Но сейчас вот снова восстанавливаю все Начинаю правильно питаться опять и заниматься спортом В данный момент я нахожусь на правильном питании Точнее сказать, стараюсь Конечно, у меня есть какие-то погрешности И если мне захочется сладкого Очень, если хочется там сладости, то я ем Но я хочу вам сказать, если вы находитесь на правильном питании Или стараетесь правильно питаться Вам никогда, то есть вам не так сильно хочется сладкого Сладкого мы хотим кушать, когда нам не хватает белка Так что хочу вам посоветовать Кушайте, добирайте белок Все это можно просчитать в интернете Всякие есть формулы Просчитайте, сколько вам необходимо белка употреблять в день И вот как только вы начнете правильное питание И достаточное количество белка употреблять Тогда вам не захочется так много есть сладкого Про питание Я сейчас на сбалансированном питании То есть это жиры, белки и углеводы Углеводы я сейчас не имею в виду Там, например, картошка, рис белый Углеводы, конечно, должны быть сложные Это такие, как гречка или же макароны твердых сортов Ну, макароны, конечно, тоже лучше не употреблять Лучше какие-то крупы Но углеводы я минимально ем совсем В основном я кушаю салаты, овощи и белок Это мясо, морепродукты, рыба Какие-то внутренности, например, сердечки, печень Вот всякое такое Также можно белок Белок есть, например, в нуте много белка Тоже молочная продукция, тоже белок Яйца, яйца я очень много употребляю Яйца я кушаю в основном всегда на завтрак И почти это яйца у меня каждый день Про углеводы Я себе даже позволяю утром, например, поесть хлеб Но это в основном цельнозерновой хлеб Или же даже какую-нибудь кашу Можете геркулес себе запарить водой Или сварить там на овсяном молоке Это тоже все можно Но только, конечно, в таких нормальных количествах А не объедаться углеводами И опять же, углеводы нам можно только в первой половине дня Лучше всего, так как организм это все может переработать А если вы кушаете углеводы, например, уже после обеда То организм это все переводит в жиры В основном я питаюсь три раза в день Утром, в обед и вечером Утром у меня в основном яйца, яичница Могу кусочек хлеба взять, авокадо Огурец, помидоры себе нарезать Иногда каша В обед в основном это у меня идет мясо и салат какой-нибудь А вечером тоже или тушеные овощи, или салат Или могу просто себе огурец нарезать Смотря как по времени Ну и, конечно же, белок должен тоже присутствовать Но если я захочу сильно кушать между приемами пищи Между основными приемами пищи То я в основном пью протеиновый коктейль Или кушаю протеиновый батончик После того, как я стала заниматься спортом Я заметила, что у меня появилось больше энергии Я когда первые дни начала заниматься Я вообще, у меня не было даже выносливости Я ничего не могла сделать У меня так болели все мышцы Вот, я даже потом не могла ходить Но сейчас уже более-менее получше Я вот даже спустя уже сколько я занимаюсь, два месяца И я иногда еще иду как бы на тренировку со страхом Потому что мне страшно Я знаю, что мне будет очень тяжело Но всегда думаю, Катя, ты сейчас вот час занимаешься А потом ты будешь гордиться собой Что ты смогла, что ты это сделала И это правда, это такое классное чувство После тренировки У тебя такая присутствует легкая усталость И я вот честно сказать, я горжусь собой Что я вот целый час занимаюсь спортом Это правда, девочки, классно Так что попробуйте, кто еще не занимается Я вообще не спортивный человек И для меня спорт это какая-то каторга Вот, но я решила Я хочу И мне нужно идти к своей цели Поэтому я решила, что буду заниматься постоянно На постоянной основе спортом Ну, насколько это, конечно, будет возможно Вообще по весам я сильно не заметила Что у меня там много ушло Нет, у меня много не ушло Но я думаю, что я набрала мышечную массу Так как я, например, уже влажу в старые штаны Джинсы я себе покупала до рождения Лизы То есть до беременности Лизы И они мне, естественно, потом были маленькие У меня, я не знаю, сантиметров 10, наверное У меня не сходились эти брюки Джинсы То есть сейчас я в них влезла Ну, конечно, еще можно килограмм-два сбросить Чтоб они прям идеально сидели Но сейчас я их могу уже застегнуть спокойно До этого я не могла их застегивать Вот, по штанам я замечаю А вот когда, например, смотрю на весах То я сильно разницы не вижу Или же когда я смотрю на себя в отражении Конечно, на животе у меня стало меньше жира Вот, вот это я заметила А вот так вот как бы, ну, сильно не заметила Когда на себя в зеркало смотришь Такой сильной разницы я не вижу Но по вещам я заметила, да По сути, друзья, ведь каждый из нас знает Про правильное питание Как нужно правильно питаться Вот, и я больше чем уверена Что 99% из вас уже читали информацию Или же смотрели какие-то ролики на ютубе Про правильное питание, про спорт и так далее Вот, но чтобы все это сделать Я думаю, что в голове должен произойти какой-то щелчок Вот как у меня, например До какого-то момента у меня это Мне это не нужно было, да То есть я хотела где-то, но у меня всегда какие-то были отговорки Вот у меня нет времени на спорт Ой, у меня нет времени на готовку для себя Мне же еще и семье готовить Ну, в общем, всегда были какие-то отговорки И я сейчас понимаю, что значит оно мне на тот момент не нужно было Но вот сейчас у меня что-то в голове переключилось И оно мне надо Так что, друзья, хочу вам сказать Если вы еще не похудели, не занимаетесь спортом Значит оно вам еще пока не надо Придет момент, и все у вас в голове переключится И вы тоже начнете заниматься и худеть Если вы этого хотите Ну вот как-то так, друзья Да идеальные фигуры, конечно же, мне еще далеко Мне еще худеть и худеть Но я понимаю, что это довольно-таки долгий процесс И я не хочу там себя загонять в какие-то рамки Там тебе надо, Катя, срочно за два месяца похудеть Нет, теперь я уже повзрослела Я понимаю, что это длится долго довольно-таки Такой длительный процесс Но это и лучше и для кожи, да Чтоб ничего не обвисло Так как у меня сама по себе кожа очень тонкая Поэтому быстро худеть мне нельзя Нежелательно Ну вот, друзья, маленькими шажочками Я буду продолжать идти к своей цели Конечно, будут и погрешности Потому что мы все люди И нам иногда хочется съесть что-то неполезное Но это ничего страшного Если мы питаемся 80% правильно То это уже успех Это уже хорошо А 20% можно и там какую-нибудь невкусную Неполезную, скажем так, еду скушать Это ничего страшного Главное продолжать и двигаться дальше Вот, и спорт, спорт тоже очень важен Все, кухню я прибрала Шторку забросила на 15 минут Сейчас она постирается Я ее сразу даже гладить не буду Мокрую Так, повешаю Сейчас чуть-чуть посижу Чай попью И буду уже готовить обед У нас сейчас пол-одиннадцатого Меня на это все ушло почти 2 часа Представляете? Ну, потому что еще камеру надо переставлять То да сё Вот, так бы я, конечно, быстрее управилась Так, сейчас буду готовить обед У меня здесь такие помидоры уже, которые нужно использовать Они уже давно лежат Я их сделаю в зажарку Ну, в зажарку добавлю тоже в фарш Обжарю лук, помидоры, морковь Все это в фарш добавлю тоже Тут у меня сердце надо помыть И поставить, отварить их Такие дела У меня сегодня еще запись на педикюр И нам надо съездить, забрать майка в стельке И у меня часто поступают вопросы Что же я использую за масло? Это топленое масло Ребят, кто еще не знает Я его сама топила Можно, конечно, топленое масло и купить Оно во многих магазинах продается Но мне кажется, что дешевле самим вытопить Вот поэтому я топлю А почему я его использую? Потому что оно полезнее В основном сейчас, в последнее время Использую только топленое масло А такое растительное у нас очень мало уходит Например, если мы раньше много рапсовое масло использовали То сейчас, можно сказать, почти вообще не пользуюсь им Так, что я тут делаю Я обжарила лук Добавила морковку на мелкой терке И сейчас еще нарежу помидоры Мелко добавлю тоже сюда Можно чуть-чуть водичкой залить И оставить чуть-чуть потушиться Чтоб слегка мягкая морковка стала Все такое Вот, затем посолю, поперчу Добавлю, наверное, еще чеснок И половину вот этой вот зажарки добавлю к фаршу А половину оставлю Это у меня пойдет уже на само блюдо Добавила помидоры Добавляю немного воды Пусть это все хорошо поджарится Накрою крышкой Пусть немножко потушится Сейчас посолю, поперчу Перец И сухой чеснок еще добавлю Все перемешиваем И все, в принципе, оно уже готово Сильно долго не надо это жарить Половину, как я уже сказала, я отправляю к фаршу Еще посолить надо И перемешиваем Сейчас смотрю, у нас там скворечник висит Смотрю, там уже птички снова прилетели Гнездо делают, что ли, уже Неужели скоро будет весна До весны, конечно, еще нужно подождать Зима Как таково только началась Интересно за ними наблюдать Вот такой фарш получается Можно еще чуть-чуть добавить воды Я, наверное, сделаю У меня тут уже эти Я поставила сердечки вариться Закипела вода Вот они, мои сердца тут варятся Первый раз купила индюшины Я всегда беру от курицы И вот, причем свежих я, например, в Эдико не видела Там всегда замороженные куриные сердечки А в этот раз в Нетто вот увидела Ни разу раньше как-то не замечала Сейчас увидела Купила, думаю, куплю, попробую Они такие прям большие Ладно, все, пусть варятся Так, ну а теперь сюда К оставшейся морковке Я добавлю у меня тут сметана Неполная баночка И сливки Одна баночка И водой все разведу Все это разогрею, чтобы оно уже было горячее Так, оно будет готовиться быстрее Когда соус горячий Переложила я каннелони в другую форму Потому что та была маленькая Но это тоже немножко Вот, у меня полностью пачка ушла 250 грамм каннелони И теперь заливаю это все соусом Сейчас, если соуса не будет достаточно Я долью еще воды Вот это нам надо хорошо все закрыть Намочить, а то высохнет Не приготовится, а засохнет Да, еще чуть-чуть воды долью Все, ставлю в духовку Поставлю на минут 45 На 185 градусов Мы приехали тут с детьми забирать Мои костельки пойдем заберем А то мы их так и забудем Ого, смотрите как вода поднялась Смотри, Лиза Смотри, как водичка поднялась Вон вода тут бежит Ого Зашли тут фэмили Посмотри, для Лизы штаны Что-то тут ничего Джин-то думала Вот эти вроде ничего Ну, размера ее нет Вот эти тоже голубые Но тоже размера нет 116 нам еще большие А Лиза, как всегда, выбрала себе платье Ну-ка, покажи, какое платье Вот такое платье Лиза без платья не может, да? Угу Такие красивые кофточки Сейчас на весну цвета прям такие Смотрите, качество хорошее 15,99 Вот это мне вообще нравится Красота Только что вернулись домой Забрали стельки Зашли в магазин Вот такие вот стельки И мы сделали Пятка тут чуть-чуть повыше Будет теперь пробовать Лучше будет с ними или нет Чтобы пятки не болели Что-то у него там пятка болит Лиза нарядилась Я тут на чердаке перебирала вещи Это еще Юлин Юлин костюм Пижама Лиза надела И шапку Ты в шапке будешь спать? Я И вот здесь Что мне нравится Когда он стоит в камере Ой Уже видно, что они Как бы в таких вот Ё-моё Шторку забросила Ой, что-то Вот Так Так Такие пироги Так Можно и купить Они во многих Оно Блин Пусть немножко потушится Потушится